Друзья, всем добрый день! В эфире телеканала Абакан 24. Интервью, конечно же, с интересными людьми. Я рада представить своих гостей. Это директор Хакаско-Республиканской филармонии Вячеслав Геннадьевич Инкижеков. Здравствуйте, Вячеслав Геннадьевич и его коллега, заслуженный артист Республики Хакаси, Республики Алтай. Артур Марлужоков. Здравствуйте, Артур Викторович. Здравствуйте. Ну что ж, друзья, мы с вами собрались в этой студии не случайно. Все потому, что завершается 33-й творческий сезон филармонии. Завершается интересно, творческий, как всегда, со звездами. Вячеслав Геннадьевич, такова была задумка, расскажите. Со звездами? Нет, звезды совпали просто. Сошлись на небе, и у нас так получилось, что удачно, что они приехали именно в подходящий момент и поучаствовали с нами в фестивале на «Музыка в горах». Это здорово так, людей потрясло это на самом деле. Я вот немного, конечно, общался, вот знакомых, кто видел, они были просто потрясены, что вот так вот в горах на свежем воздухе звезды из Москвы поют. Такой подарок, да. Ну, я думаю, что к этому фестивалю мы еще вернемся в нашей беседе, но всегда наших зрителей и вообще всегда гостей таких встреч волнует. Ну, как же договариваться с такими артистами? Артистами, которые выступают на мировых площадках, и вот они приезжают в Абакан. Кто-то может сказать, ну вот в Абакан приехали, наверное, там где-то никому не нужны. Или по-другому все. Как получается, расскажите. Есть связи, Артур Викторович, они знакомы с Катериной Лехиной, поэтому ничего случайного не бывает. Только личное знакомство решают вопросы. Не только личные, но и репутации хорошего, значит, хорошей организации и концертной деятельности, и вообще, то есть наша филармония очень, в общем-то, на хорошем счету у артистов и у самого высокого класса, потому что есть профессиональный у нас коллектив, как симфонический оркестр, который мы уже не будем перечислять, с кем имел дело, скажем так, да, вот. Но, тем не менее, это молва есть, и арт-директоры, и, в общем, так, продюсеры тоже на нас выходят. Ну, и личная договоренность, да, в том числе? Личная, ну, разумеется. Потом уже приходим к личной договоренности уже посредством, уже, не посредством, так сказать, в беседе уже, да, и заявок-то, на самом деле, очень много. То есть в Хакасии едут с удовольствием, так? Да. Простите за сравнение, как в винный магазин. Это замечательно. Да, на самом деле очередь большая, и в этом сезоне особенно как-то был бурный такой сезон, потому что предыдущий, по известным причинам, так, в общем-то, часть концертов не состоялась у нас, и перенеслось на этот сезон, и тут такой, в общем-то, аврал получился. Ну, тем не менее, справились. Вот. А что касается, да, вот этих артистов, то есть у нас большой список, скажем так, друзей, или, ну, в общем, людей, которые так или иначе желают попасть в Хакасию, выступить на нашей сцене. Это очень приятно и дорого стоит. Тогда, Вячеслав Геннадьевич, одним словом охарактеризуйте вот этот 33-й творческий сезон, который сейчас уже завершается. Сейчас я не знаю, такое ощущение, что вот он только начался и сразу закончился. Очень стремительно, да? Событий столько, так вообще просто, мы, честно говоря, да, немножко не успеваем даже. Иногда такое желание, как телефон, когда зависит, надо его перезагрузить, тут хочется перезагрузить голову, потому что просто такой вал событий, вал мероприятий. И впервые вот нас, вы знаете, мы на стадион вышли тоже для нас. Очень волнительная была история, тоже очень много потребовала подготовительной работы, очень много согласований. Все меня спрашивают, что такое, где-нибудь города принесли? Я говорю, нет. Что такое, выпускников принесли? Я говорю, нет. Просто концерт филармонии. Говорят, да как, просто филармония, просто филармония проводит. То есть в этом сезоне вы стали новаторами, да? Ну, мы вышли, я даже считаю, что даже можно сказать, что филармония на новый уровень вышла. Мы на такие, как бы, проекты сами, как бы, всегда проходила под ригидой правительства, там, вот эти форумы, там, вот он из СМА приезжал. Всегда это было все как-то от правительства, от министерства, вот это вот, как бы, все, это шло, подготовка, помощь, как бы, а так, чтобы мы вот сами свой концерт взяли и вот так вот провели. И, конечно, мы согласовали с Светлой Анатольевной и поддержку получили, но, тем не менее, это наш рядовой, по сути, концерт, но он посвящен пятилетию нашего проекта. И вот так, что он осуществился, до сих пор, прям, мне не верится, что это все произошло, и отзывы очень хорошие. Отзывы действительно потрясающие для людей. Было, во-первых, большое счастье оказаться вновь на стадионе после того, как уже два года ничего не было, да? Петь любимые песни под открытым небом и слушать живую музыку. Согласитесь, сейчас это редкость. У нас живая музыка. Живой звук, живая музыка. Потому что все время магнитофон включают и все, ну, как бы, это вообще другая история. Свои ощущения там на стадионе, расскажите своих коллег, себя. Конечно, мы все волновались. Опыта такого у нас нет. Ну, и, конечно, всех очень вдохновило, когда вот у нас наши партнеры, фирма Протон, они делают фантастические, я считаю, качество звука в Красноярске, понимаете? То есть я вот сегодня понимаю, это вопреки, наверное, всему, потому что производственные мощности создать в Красноярске, которые соответствуют ведущим мировым аналогам, понимаете? Это вот Олег Николаевич, он просто, я не знаю, как-то фанат, наверное, своего дела. Слышал весь город, да? Ну, нет, просто качество звука, видите, при том, что он добился выдающейся фактически характеристики, как у студийной аппаратуры, и при этом мощность потрясающая. Понимаете, слышно каждый инструмент. Мы репетировали, даже слышно там фальшивые ноты, там, скрипоти, обычно не слышно, в гул идет, и там не слышно их. А тут прямо слышно, прямо каждый инструмент вообще. Да, в качестве аппаратуры. Качество звука было. Мы, когда репетировали, мы сами просто были ошеломлены. Я, конечно, подозревал, что все будет так, когда мы с Олегом Николаевичем отстраивали вообще еще предварительно звук, просто по частотам я уже тогда наслаждался, какой звук. А вот когда мы начали репетировать, это было просто потрясение. Вот у артистов все так радовались. Знаете, эмоциональный такой заряд был, потому что, ну, прямо звучит настолько фантастически здорово, что... Мощно, и все. Конечно, есть, недовольство есть, конечно, безусловно, без этого никак. Потому что, ну, то есть, тут как повезло зрителю, понимаете, есть некоторые такие звуковые ямы, где некоторые частоты не прослушиваются. В каком-то участке, то есть... Да, специфика своя, видите, вот просто у нас, как бы, мы еще применили специальный, так называемый, кардиоиду низких частот, чтобы на сцене не гремела баскетара, не гремела. Мы возвратно применили систему нижних частот, когда часть колонок ставится в обратную сторону, и они вот этот вот в противофазе глушат, вот это вот, чтобы на сцене не гудело все. Но есть минус у этой системы, то повеличается яма вот перед сценой, вот, где низких частот не хватает. Вот, ну, вот это как бы обратная сторона. Но тут мы пошли для того, чтобы было комфортнее, в первую очередь, на сцене было нам. Поэтому были такие моменты, да. На трибунах, да? Да, на трибунах хорошо. Нет, на трибунах хорошо. Нет, это на поле была вот яма вот низкочастотная. Но это вот никак не избежать. Ну, бывает. Ну, вы поставили себе еще какую-то планку выше? Ну, наверное, мы думаем, что не последний раз мы на стадион выходим. Тут есть у нас и совсем амбициозные планы выйти осенью. Я боюсь, что это будет традиция наша, ежегодная. Открывать лето симфонии в джинсах на стадионе. Да, мне кажется, это будет вполне реально, мне кажется, да. Хочется, ну, и у меня тут у нас Иван Коллов, наш звукорежиссер, так вдохновился, он меня напугал, что когда приехал Олег Николаевич, он говорит, в следующий раз ставит в полтора раза больше звука. И прямо на меня немножко это напрягло, потому что, да, да, как бы в полтора раза больше звука, это уже опасно. Ну, то для наших зрителей, я думаю, будет счастлив. Зритель-то будет счастлив, я думаю. Ну, просто да, там надо уже, вот, там не мучается мне ничего. Знаете, мы разговаривали с участниками 33-го заключительного сезона, это с творческим проектов «Джаз и опера», с Ольгой Екатериной, и они нам рассказали интересную такую историю. Вместе с вами они принимали участие в фестивале «Муз классика в горах». Это тоже такое первое открытие для Хакасии, и для них в том числе, хотя они тоже везде побывали, да, можно так сказать. И вот такой комплимент они для вашу сторону рассказали, Вячеслава Геннадьевича, о том, что настолько вы были готовы к их выступлению, что они вышли на сцену без репетиции. Вот расскажите, как это так бывает. Это экстремальный вариант, я бы скажу, это не совсем хорошая практика, но в данной ситуации получилось, что они приехали только утром, и мучить их с репетициями не было возможности, тем более мы утром уже вывозили оборудование на площадку. То есть вы готовитесь всегда к таким концертам? Вы знаете репертуар своих гостей, да? Ну, мы, да, изучаем репертуар и стараемся, вот в данной ситуации с Артуром Викторовичем мы программу немножко изменили, чтобы были более такие популярные произведения, они были менее традиционно исполняемые, чтобы можно было на сцене уже друг друга понимать. И у нас вот блестяще получилось. По-моему, зритель даже не заметил, что мы не репетициями. Да, это не бравада, а вынужденная мера, потому что они приехали в этот же день, то есть так вот. По большому счету это плохо, понимаете? Но это профессионализм и ваш. Но мы стараемся, да, чтобы никто не заметил. Да, справились. Наши проблемы. Ну, да, и Катерина, да, и Оля очень довольны пребыванием в Бакану. Вот сегодня мы сейчас спим, концерт с ними. Они прямо счастливы. Говорят, мы, наверное, вас останемся, будем петь. Все время с аргестра есть, все есть, зал есть. Город их очень... Ну, зубья есть. Город им очень нравится вообще. Ну, летом у нас здорово, зимой тяжело, а летом-то у нас красиво. Тепло. Тепло, и вообще они прямо пребывают в таком счастье, в эйфории немножко. Знаете, вот мы говорим завершение, завершение сезона. А на самом деле, несмотря на то, что вы устали, как вы сказали, хотите сделать перезагрузку, музыкальный сезон в любом случае продолжается. Мы все живем в ожидании Дня Республики. И что говорить, зрители в городе Абакане, в Хакасии, ну, избалованы, потому что знают, что приезжают звезды мировой сцены, и слушать концерты симфонического оркестра очень приятно на свежем воздухе. Чем будете удивлять уже, что, какие секреты нам расскажете? Можно я скажу? Да, это фестиваль же, да? Да, ну, во-первых, ну, про фестиваль чуть позже Ильич Лагинович расскажет. А я хочу похвастаться тем, что у меня сейчас лежит, сегодня я показывал, Ильич Лагинович, лонглист из 40 произведений, из которых нам нужно будет выбрать, ну, наверное, добрую половину сократить, потому что надо будет уложиться вот в эти два часа, вот. А музыканты прислали, у них, они хотят выступить, хотят показать себя с лучшей стороны, в общем, и столько вот вещей. И как-то будет, конечно, сложно, нам предстоит это еще, вот, программу скомпоновать так, таким образом, чтобы было интересно и исполнителям, и, конечно же, зрителю. Ну, это речь идет о вокалистах, потому что с арбиталистами там мы уже скомпоновали. А вот в этом лонглисте песни, которые знают наши зрители? Не письте там арии, оперные арии. Да, да, а оперные арии в этом... Все-таки оперный фестиваль, ну, в смысле оперного направления. Концерт, да, оперный все-таки, классический, скажу, и... Ну, есть неаполитанские там какие-то произведения, конечно, песни, которые... Потому что в прошлом году, когда к нам у нас выступали, ну, понятно, что мировые звезды в содружестве, можно так сказать, с выпускниками из Хакасии, которые здесь жили, учились и даже какое-то время работали, зал узнавал практически каждую композицию. Было очень приятно это слышать. Ну, и, конечно, мы гордились тем, что ученики наших... Наши воспитанники. Ваши воспитанники, да, ваших коллег, они заняли, ну, такие нереально высокие... Пробились. Да, на вершины, это и Мариинский театр, и Большой театр, и Красноярский театр оперы и балетов. Ну, а Шахов тоже Михайловский театр, это же Петербург. Да, прекрасно. Лучшие музыканты со всей России приезжают. Так, возможно, нам и не нужны другие мировые звезды, у нас есть свои, или так не думаете? Мы думаем, мы так думаем. Мы так думаем, да, но просто есть мнение, что надо обязательно кого-то привозить со стороны. Но это зря, по-моему. Да почему зря? У нас есть... Мы в этом случае обрастаем, опять же, такими связями, дружескими отношениями. Но, например, вот у нас новичок, скажем так, да, вот в этом деле будет это сопрано Антонина Весенина, да? Впервые. Нет, она у нас приезжала, говорят, давно-давно. Но как-то она была, да. Пока в этой программе она была, да. Солистка Мариинского, колоратурная Сафрана, молодая очень. Ну, кого уж точно не было, так это сербского тенора из Белграда, Стеван Карнац его зовут. Прекрасный артист, замечательный певец, и будет очень интересно. Ну и, конечно же, наш старый приятель, друг, это Георгий Васильев, который уже, наверное, уже четвертый раз будет уже в Абакане. Но он уже на день. Или третий. Два концерта они давали уже, значит, получается. С Катей. Да, они с супругой, они, да, с Витой. Да. А, Вита, Витой Васильев, да. Ну, вот приятно, вы говорите, наш приятель. Вот все-таки, наверное, очень важны еще личные отношения с артистами, которые приезжают сюда. Конечно. С ними проще разговаривать, да, с ними проще договариваться и строить программу, да. Тот же Влад Косарев, например, да, тоже он был, то есть... Да, который у нас уже второй год и он не приезжает, он, да. Нет, как, один год он пропустил. Ну, он год пропустил, потому что из-за ковида как раз в феврале у нас... Также Евгений Кунгуров должен был приезжать. Здесь, потом отменились концерты из-за ковида, ну, потом он заболел, в общем, короче, там, да. Ну, в общем, приглашайте его, у него тоже сюда уже дорожка пройдена. Конечно, вот и, да, и Альберт Жалилов тоже хочет, то есть в прошлый раз он, да, говорит, мы, я не допел, но надо... Он когда болел, да? Да, он тогда был не здоров. Он прямо вот так неудачно, он заболел и не мог спеть, и пришлось ему октавой ниже, а многие зрители, ой, ну, он что-то так поет, как... То есть у нас зрители избалованы, это точно, да, Шкар Геннадьевич? Ну, как-то нельзя так, ну, человек болеет, ну, мало ли, организм тут же не бывает. Ну, вот... Есть, конечно, вот, как Владислав Косарев, что он делает, я не знаю, он вот ездит, ни разу не заболел, везде болеют, уже ковид был, это в прошлом году, да, он везде проехал, ничего не заболел. Ну, правда, он в этом году нас как раз пропустил из-за... Нет, это за ковида, но он сам-то не болел, вот как он умудряется, я вообще молодец, мне нравится, да. Да, зрители ему посылают сигналы здоровья, чтобы он не болел и наслаждались. Да, ну, прям молодец, да, прям молодец, да, я всегда, прям гастроль нигде не заболел, и приехал в форме, все отлично, конечно, молодец. Вячеслав Геннадьевич, про ваш оркестр уже очень много сказано, вы выступали, ну... Про оркестр много не может быть сказано, про него надо все время говорить. Бесконечно, давайте, хорошо, про оркестр можно говорить бесконечно, я так скажу. Да, потому что это же большой коллектив, это очень хорошие музыканты, это лучшие музыканты республики. Вот у меня поэтому и вопрос, тяжело ли попасть к вам в оркестр, как обновляются кадры, если конкурс, ну, потому что все хотят играть в лучшем оркестре. Конечно, у нас сейчас нет возможности, что любой человек, как раньше у нас мы искали, когда совсем была сложность, лет сколько, лет 12 назад было у нас проблемы, были большие зарплаты, было сложно. А сейчас, конечно, у нас уже мы смогли в этих условиях сделать уровень оплаты очень достойный, даже по сравнению с соседними регионами, у нас очень приличный уровень зарплат, поэтому у нас, мы стараемся в оркестр привлекать очень хороших музыкантов. Они все из Хакассии или есть приезжие? Нет, 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 у нас есть приезжие, у нас вот Александр Черепанов, один из наших ведущих артистов, он из Новосибирского оркестра Кацевского. Если бы Арнольд Михайлович был жив, это было бы невозможно сделать, в принципе. То есть он всех курировал, он решал вопросы, то, конечно, с его уходом многое изменилось, поэтому у нас получилась возможность переманить его сюда. Это, я считаю, один из наших больших, наших достижений, потому что музыканты такого класса очень трудно у нас найти. И стремиться еще есть к чему, да? Да, у нас, конечно, есть мечта, еще нам нужно с Гобоем решать вопросы. Такие у нас один Гобой, надо два. Из Минутинска работают люди, из Каратузского района. Ну, в общем, тут много, много. Да, у нас планы, у нас вот съездили мы в Петербург с оперой. Вот как раз мой следующий вопрос был. Да, с оперой, да, и мы поняли, что нам обязательно надо купить бас-кларнет, потому что, ну, вот без бас-кларнета опера прям вообще не звучит. Ну, вы знаете, вот если анализировать еще и поездку в Санкт-Петербург, потому что, мне кажется, это был для вас вообще глоток свежего воздуха, потому что гастроли... Ну, было страшно, я вам скажу. Было страшно, но гастроли все равно, мне кажется, для артиста это очень желанное такое мероприятие в жизни, когда человек гастролирует, он понимает, что он нужный, он открывает для себя другие горизонты. И мне кажется, для вас это тоже было очень круто. Нет, это понятно, да, артист, он все живет, когда он ездит, он живет, и тогда есть общение. Как у вас приняли приглашение, как это вообще случилось? Ну, на самом деле... Такая большая команда же поехала. В самом деле, да, тут в первую очередь, конечно, Светлана Анатольевна, ее заслуга, потому что она могла убедить в Москве о том, что они поддержали этот проект, федеральные, федеральные миросконцерты, иначе бы как бы ничего не случилось. Сами понимаете, что это сложная, очень финансовая, благодарная очень республике, республика очень тоже, очень вложилась в этот проект финансово. И то, что молодые наши исполнители смогли в Питере себя проявить, это для них, может быть, для кого-то определяющее в жизни будет. А вы как себя чувствовали? Я ужасно себя чувствовал, потому что ответственность, во-первых. Во-вторых, очень много вопросов организационного характера. Ну, конечно, у нас Марина Александровна Шутова на себя приняла львиную долю сложностей, которые возникли, потому что всё-таки Питер, Москва, это там директор оркестра, там своя специфика, там за каждое движение пальца надо платить сразу. Тут же, не отходя, иначе ничего не происходит. Я первый раз в жизни, когда нам принесли дым-машину, говорят, вот дым-машина есть, но дым, в смысле жидкость для дыма, две тысячи платить, и всё, прям, ну, вы богательство, чистой воды. Да, ну, говорят, ну, так это всё, там так уже привыкли. Просто для нас был шок, что за каждый вот какой-то вопрос платите, пожалуйста. Мы говорим, как мы заплатили огромные деньги за аренду? Он говорит, ну, это аренда зала и стульев, в смысле такие деньги. В общем, там свои хитрости очень. Много стролей хочется ещё всё равно? Не знаю, наверное, хочется. Ну, вот, вот, чисто говоря, вот таких очень вопросов много, сложности было. Но важно было другое, что это был для нас как бы и творческий экзамен такой, насколько мы действительно, вот мы здесь у нас, ой, молодцы, и там вот нас все любят, принимают, ну, на уровне, как бы, зрителя искушённого, видевшего, там, не знаю, ну, какие только можно такое представить, оперные постановки видели зрители в Питере. И они очень-очень тепло, когда отзывались о нашем спектакле, было очень приятно. То есть мы, как бы, своего рода сдали какой-то экзамен на качество. Сказали, что вдохновились. Получается нам, зрителям, осенью ждать каких-то новых спектаклей. Что планируете? Что хочется вам? Ну, осень далеко, наверное. Я вот хотел бы про наш фестиваль, который вот... Который будет уже на День Республики. Да, на День Республики. Это тоже стало хорошо. Частью вдохновения тоже стало, да? Да, нет, ну, у нас очень, да, проект с Борисом Андреяновым прошёл очень. Он приехал сюда и предложил фестиваль, очень интересная музыкальная экспедиция. Экспедиция – это вот, чтобы музыканты играли в таких знаковых местах. Классно. На природе, понимаете? Без всякой подзвучки, без всяких света, без сцены, без ничего. Просто на траве. Будут играть классику. Рядом тут будут памятники архитектуры. Археологии. Археологии, да. И не нужен будет звук вот этот сумасшедший из Красноярска. Нет звука никакого. Вообще просто естественно. Вот эти вот природные, акустика природного ландшафта. Понимаете? Ну, мы, конечно, постарались, чтобы было отражение специально. Особенно вот мне нравится, конечно, Казановке, там место есть. Мы давно-давно уже тоже много-много лет мечтаем там делать концерт, потому что там, знаете, есть такая скала, где вот ещё у коневской культуры есть личина с открытым ртом. Ну, это так интересно, ну, необычно. Прямо в скале дырка так, и такое ощущение, что или говорит, или поёт. Ну, никто не знает, версии разные там. Ругается, может быть, не знаю. И вот там такая акустика, знаете, там такой холл такой, и он прямо к скале. И когда подходишь, такое ощущение, что ты в микрофон говоришь. Такой звук от скалы вот так вот крутится. Ну, такая природная линия. Да, очень потрясающе. И вот, конечно, давно уже вот эта мысль, что надо обязательно там поиграть. Потому что там, когда вот нам рассказывала директор музея, она говорит, что там играл у них музыкант, Стувы, по-моему, или откуда-то. Тут тоже фестиваль какой-то был. Виктория Кимовна говорит. И вот он прямо просто сел и играл там на национальных инструментах. А в деревне за несколько километров, говорит, слышали вот то, что играл он под скалой. Понимаете, какой эффект? Это не случайно. Где будет первый фестиваль, где будет впервые играть оркестр? 28-го у нас будет открытие фестиваля. Здесь на сцене филармонии, с оркестра. Всё, как говорится, культурно. На сцене представим всех музыкантов. Мы с оркестром, все представят свою замечательную программу. А потом 29-го у нас выезд на Малую Боярскую Писаницу. Ещё культурнее. Да, да. И там мы нашли место, где нет ветра, потому что там степь, как бы и проблема для звучания, если ветер. Поэтому мы нашли такую ложбиночку прямо рядом возле Малой Боярской Писаницы. И вот надеемся, что там будет очень интересно. Там прям люди будут сидеть на травках у нас. Вот сегодня уже поехали, мы обрабатываем эту территорию от клещей, чтобы всё-таки обезопасить. Были было комфортно. Ну, людям было. Но всё равно надо обрабатываться. Конечно, конечно. Она 100% не защищает. Но тем не менее хочется, чтобы все участники, зрители, они были в безопасности. Боярская Писаница и дальше. Да, Писаница первая. У нас в конце 21 числа у нас будет возле ГЭС. Прямо там есть солоничный лог. Прямо вот, знаете, перед смотровой направо. Там такое ущелье. И там частная турбаза небольшая. И там прямо роскошное место. Там такая огромная стена бетонная, которая в перспективе. Вот он хочет сделать старый замок. А вообще там получается такая, как бы естественная акустика от этой стены. И там вот он, этот лужочек у нас будет 1 июля. У нас там, да, будут участвовать наши артисты в этом импровизированном. То есть будет 10 человек играть ансамбль. Вот 6 человек участников фестиваля. Ещё 4 музыканта с оркестра присоединяются даже. Да, 4, по-моему. И это будет интересно. В общем, там уникальный будет такой вот ансамблевый. А вход свободный? Нет, тоже в билетике. Ну, там, как бы, я думаю, что... Чисто символически. Чисто символически, да. Уже можно сейчас приобретать? Да, билеты продаются. Просто мы думаем, что вот если у нас всё получится, приобреть ещё у нас партнёров, организовать автобусы, чтобы вот люди многие спрашивают, а как добраться, а как уехать? Вот как будто это достаточно далеко. Это тоже очень важно. Если у нас получится, что нас поддержат вот эти партнёры, организуют транспорт, а люди уже оплатят, как бы, ну, это же, когда тебе транспорт дают, вот уже, мне кажется, это логично, легче, и тогда будет больше людей, вот так вот надеемся привлечь. Да, это будет у нас, по сути, СШГС. И первый у нас, вот, как бы, последний концерт из выездных, это вот Казановка. У нас как раз тоже мы хотим наших гостей чуть пораньше повезти, там, покормить их национальной кухней, чтобы они полежали немножко в этих юртах, посмотрели на небо через окошение. Это нравится. Дымоход. Это нас впечатляет, когда видно небо. И потом у нас вот вечером будет концерт там. То есть вот такая вот программа из трёх концертов такая совсем аутентичная. И такого в Хакасе ещё не было. Не было никогда, потому что была идея. Это давно, я говорю, лет нужно много уже. Ну, так, что вот так всё звёзды сошлись, и мы, наконец, это реализовали, и приехали прекрасные музыканты из Москвы. Среди них там есть, опять же, наша воспитанница Аня Комарова. Она молодёжного симфонического оркестра России, самый престижный проект Московской филармонии. Она там одна из ведущих солисток этого оркестра. Так что вот не всё. Опять, и Хакасе есть кем гордиться. Да, наша звезда уже прям. У неё там около десятка побед на международных конкурсах. Петур Викторович, Вячеслав Геннадьевич, если делать вывод из нашей беседы, получается, сезон-то не закрывается, а сезон-то продолжается. Всё продолжается. Просто выходите на новые площадки. Новые площадки. Выходите на общение с природой, со зрителем. Опять же, да, ещё выходим на новый уровень. Говорю, мы то, о чём мечтали, мы осуществляли, в этом году осуществилось. Это очень приятно, когда оглядываешься. Петербург, стадион. И вот эти open-air фестивали. Да, вот эта идея совмещения классической, настоящей музыки, мастеров, вот на траве, чтобы ты рядом сидел. Знаете, в этом тоже есть какая-то своя очень, я не знаю, идея. На Западе это уже давно делают. Да, это очень популярная, кстати, история, потому что оно совмещает прекрасно друг друга, дополняет памятник археологии, да, и классическая музыка никак не противоречит. То есть мы не потревожим даже, если говорить там о каких-то там духах, что мы там шумеем будем или что-то играть. Мы будем играть настоящую музыку, понимаете, высокую, вот которая вот она как раз абсолютно, вот есть такая параллель, мостик, который это всё взаимосвязывает. Я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время о своём плотном графике и пришли к нам в студию. Мы желаем вам хорошего продолжения этого музыкально-творческого сезона. Будем обязательно рады поприсутствовать на ваших концертах и насладиться музыкой. Это была программа интервью. Вячеслав Инкежеков, Артур Марлужоков в нашей студии. Думаю, без представления наши зрители уже знают, кто вы. Спасибо вам, ну и увидимся на концерте. Всего хорошего. Приходите на концерт, спасибо. До свидания.